здравствуйте друзья добрый вечер хотел сказать что пару дней назад прочитал я интервью которое давал на эхо москвы давал господин кравчук первый президент украины а до того господин кравчук был работником там цико секретарем цико коммунистической партии украины такой идеологический работник там и тогда то есть человек как бы старый закал я не знаю сколько ему сейчас лет это можно легко проверить я так подозреваю что наверное чуть там к 80 если не больше во всяком случае вот это его интервью навело меня на мысль о том что люди перестают помнить какие-то вещи и я не душу специально но он просто вот как-то не помнит правда не помню но вот что он не помнит это интересно значит кравчук рассказывал как будучи секретарем цк украины компартии украины он приезжал в москву а я думаю что будучи на такой должности он может быть вообще так в москве частенько бывал вот может даже там раз в неделю там летал вот а может и две что он из москвы из москвы возил значит в киев обратно колбасу но это все продукты какие-то возил то есть вот настолько плохо было значит там в киеве но в целом стране когда в республике было плотно с продуктами что вот он секретарь цк возил из москвы и я знаю что у нас тут много молодежной аудитории которая даже представить себе не может насколько это смешно все но я начал думать как это вообще действительно как-то могло получиться наверное он что-то возил ну иначе будем не было воспоминаний что он что-то возил я вот что подумал дело в том что для начальников были такие закрытые то есть вот как для для своих были такие распределители и они по этих распределителях получали пайки пайки эти столик за них брали какие-то деньги символически нельзя сказать что они как-то соответствовали там скажем магазинным ценам или что-то нет и вот там был всякий дефицит то чего в магазинах купить было нельзя пайки были видимо они были разного уровня тут я на этот счет не знаю но было много категорий всяких привигированных но уж я вам хочу сказать что секретарь цк вы себе представить не можете что они там было в этом пайке и значит я думаю вот секретарь цк компартии украины у него там в киеве боёк у него там ну просто все ну вот вот ему еще привезут еще еще бы и денег дали если пон согласился взять за то что это все возьмет но это что же он вез такое из москвы что вот он теперь жалуется что вынужден был продукты из москвы возить я думаю наверное при цк кпсс был какой-то распределитель в котором могли отовариваться члены цк и там секретари цк союзных республик вот наверное он приезжал москву и вот там брал там какой-то поек потом привозил жене и говорю представляешь там маруся ну как ее зовут там я не знаю где-то вот так вот москалиты нас затравили что вот этого 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 у нас даже в нашем цыковском распределить или нет приходится возить из москвы вот я думаю может быть так это происходило в общем настрадался человек со страшной силой вот и я не то что переживаю сильно за молодежь которая не знаю там как мир то открутился может поверить что вот такие вещи происходили какие-то бедные несчастные были сотрудники этого цикка вот но меня потрясло то что человек на на голубом глазу вот такое рассказывает а еще многие живы друзья я то ведь не старый еще я еще поживу пойти и очень очень много народу помнит как это все происходило поэтому я думаю что это просто свойство человеческой памяти так поэтому когда вы слушает какие-то рассказы людей в возрасте вы осторожненько так потому что они могут просто не помнить просто не помнить чего-то и запомнилось от чего-то я даже не знаю чего может быть он слышал рассказы о том как другие возили и ему стало казаться что он сам возил но тут очень интересная история я женился в 70 дай бог памяти пятом году здесь пятом году и соответственно где-нибудь года там 74 почти каждому ну не то что почти каждый год но был может быть даже пару раз мы со светлана ездили в киев а что такое в киев но вот поезд из москвы вечером садишься он там в 9 вечера уходит а там в 9 утра в киеве проснулся утром пошел а уже киев и мы частенько ездили и вот я вспоминаю снабжение разницу в снабжении скажем москва киев конечно там когда вы только познакомились со светлана и снабжение было получше потом прошел какой-то там съезд очередной кпсс что-то они решили я не знаю 24 вам в киеве стал похуже заметно но тем не менее киев не был таким местом куда из москвы люди васили колбасу это было абсолютно исключено колбаса была на каждом углу больше того колбаса была дешевле чем в москве это была другая какая-то там зона я не помню эти пояса как как-то они там было там было немножко дешевле там на не знаю на 10 копеек на 20 копеек килограмм вот поэтому никаких проблем в киеве не было с колбасой вну вареный копченый сырокопченые в москве не было это правда вот так что в общем не знаю как уж что что я вот сейчас думаю что же это было за колбаса что он ее из москвы в киев возил представляете вот такой замечательный президент что-то что-то членом цикале там секретарем цикла что им давали такое чтобы москву бы из москвы повезти по этим в общем может кто расскажет у нас тут народ разный зритель у нас образованный может быть кто-то скажет какую такую колбасу возил член цикла секретарь цикла господин кравчук в киев счастливо